Всем привет, с вами я Роман и сегодня у меня на обзоре будет вот такая вот модель, это самолет Lockheed F-22 Raptor от фирмы Revel. Как-то раз в рубрике в мире моделизма у меня уже был F-22 от фирмы Hobby Boss. Модель такая очень неоднозначная, многие говорят, что она с дикими косяками и все очень хвалят вот этот вот Revel-овский Raptor. И сейчас я бы хотел открыть эту коробку и посмотреть, что же из себя представляет данный самолет. Вот это самолет пятого поколения, истребитель, в принципе в представлении не нуждается, а тем, опять же, тем людям, кто не знает ничего об этом самолете, очень рекомендую залезть в интернет и почитать информации, благо по нему просто куча. Итак, стандартная Revel-овская коробка, видим вот размеры модели 26,4х18,8 см, то есть модель такая, знаете, немаленькая получится. Сбоку вот видим фотографии готовой модели, кстати, по проработке мне Hobby Boss больше понравился, то есть и внутрянки, и все остальное, то что там дано, оно, как по мне, лучшего качества. Ну, опять же, я же, я моделист неопытный, я не знаю, мне не с чем сравнить. Ну, и сзади вот видим на коробке реклама другой Revel-овской продукции, вот это все, по сути, по-моему, идет тоже в 72-м масштабе. В общем, вот такая вот коробочка у нас, смотрим, что у нас же по содержимому этой коробочки. Ну, тут как обычно все по стандарту у Revel-а, куча пакетов с детальем, и инструкция. Инструкция, видим на такой желтой бумаге, типа папиросной, отпечатана, в общем, сэкономили они на инструкции. Видим краткое отписание технических характеристик самолета. Вот, тут еще видим что-то написано, условное обозначение, цветовая схема, схема расположения деталей на литниках. То, что всего два литника? Нет, не два. Почему только два указали? Блин, нехорошие люди. Ну, и такая вот схема сборки, в принципе, интуитивно понятная. Я думаю, никаких проблем со сборкой этого самолета у вас не возникнет. Тут, конечно, все выглядит как нагромождение не пойми чего, но при беглом осмотре оказалось, что все тут предельно просто. Если следовать инструкции, модель вы соберете без каких-либо проблем. Ну, и вот такая вот схема окраски всего на один вариант. А, нет, вру. На четыре варианта размещения декалей, но на один вариант схемы окраски. По сути, отличается только деками декали. Ну, цвета, в которой самолет красился, они везде одинаковые. Вот такая вот огромная дека. Видим, классно отпечатанная. Тут на ней есть даже техничка. В общем, за деку, ревелу вообще респект. Молодцы. На твердую пятерочку деку сделали. Мне нравится. Так, ну и следующее у нас вот идет. Это стекло. Стекло у нас идет вот в таком пакете. Оно заклеенное. Я бы не сказал, что оно сильно большой толщины. Оно нормальной толщины, но у него один недостаток. Оно желтое. Оно реально желтое. То есть, оно таким и должно быть, типа, тонированным. Или не должно, я не знаю. Но, видим, здесь тупо желтый пластик. То есть, или это косяк производителя, или так и должно быть. В общем, выглядит это примерно вот так. Следующий литник у нас с верхней частью фюзеляжа. Видим, здесь присутствует расшивка. Причем, довольно глубокая. Ну, по мне, чуть толстоватая. Но все же. Видим, вот кабина такая вот дана. Но, опять же, чего-то тут выдающегося я в ней не нашел. Вот. Кресло катапультируемое. У этой модели один плюс по сравнению с хобби-боссовской. Здесь видим, вот эти вещи, которые на хобби-боссе даны расшивкой. Здесь они даны именно рельефом. Это, конечно, очень немаловажно. Но других каких-то плюсов по этой модели я не вижу. Опять же, как она ложится в чертежи, я не знаю. Потому что каких-либо чертежей, приближенных к заводским, нету. И не будет в ближайшие лет 20. То есть, почему вы собрались мерить, я не знаю, по чертежам, которые какой-то Вася нарисовал, ну, смотря на фотографию. Ну, опять же, навряд ли, мне кажется, эти чертежи будут корректными. Так, следующее, это у нас низушка корпуса. Ну, все то же самое. Все классно, никакого облоя, никаких утяжин нету. Все очень хорошо. Хотя, подождите. Опа! А вот тут у нас утяжины. И такие именно, серьезные. Придется все это зашпаклевывать. Видим, как все это выглядит. В общем, нашел я косяк. Как говорится, я в сугробе кучу говна нарыл. Ну, тут тоже чуть-таки мелкие блики есть, но, опять же, их не сильно видно будет. Но здесь это, конечно, да, это жесть. Это все перетягивать шпаклевкой и перешпаклевывать. Плюс, еще один недостаток. Особо я не вижу здесь где-то, блин, механизмов вот этого всего открывания. Ну, открывания створок, если вы, допустим, захотите все открытым сделать. У Хобби Босса всякие механизмы даны. То есть, это... Скажем так, что вам проще? Сделать там, где вот такой вот рельеф? Сделать, чтобы рельеф был на Хобби Боссовской модели? Или, все-таки, сделать механизмы вот эти вот все? Ну, это вы уже выберете сами для себя. Так, ну и последние два летничка. Вот таких вот у нас тут. Один летничок, видим, с какими-то створками. С прочей фигней, с деталями шасси, с оперением. Вот с таким вот бомбовым отсеком. Опять же, видим кучу следов от толкателей. В таких местах, где ты их никак не зашпаклюешь. То есть, опять же, у Хобби Босса все это в разы лучше сделано. Ну, что делать? Значит, придется делать с закрытым отсеком для вооружений. Также вот такие вот каналы даются. Видим, двигатель, имитация двигателя сделана гораздо более убогой, чем на Хобби Боссовской модели. Кстати, как показала практика, Хобби Боссовская модель собирается тоже не айс. Очень много по ней нюансов и косяков. Ну, потом, может, когда-нибудь поэтому запилю отдельный ролик. Так, ну и последний летничок. Это у нас здесь каналы воздуховоды. Вот такие вот видим. Опять же, отсеки для вооружения. Ну, и непосредственно само вооружение. Ну, как все выполнено, сами можете видеть. Все сделано довольно неплохо. Но не без нюансов. Тут он тоже, видимо, в глубине следы от толкателей. Причем, какая-то имитация проводки или еще чего-то. Она здесь отсутствует. В общем, вот такая вот модель. Стоит она, я не знаю, честно, даже сколько. Ну, мне кажется, не меньше 25 долларов. В сборке, я не знаю, будет ли она лучше Хобби Боссовской. Мне кажется, навряд ли. По нюансам, по косякам, видим, какие здесь есть плюсы, какие есть косяки. Хобби Боссовская модель, она тоже с косяками. Но там эти косяки гораздо проще устранить. Опять же, насчет геометрии я вам не скажу. Ну, честно, как по мне, вот Хобби Боссовская модель, она получше, поинтереснее. Ну, хотя вот есть люди, которые утверждают, что Ревеловская это просто предел мечтаний. Опять же, есть модель от Италери, но это почти тот же самый Хобби Босс. Есть модель, кажется, от Хосигавы. Ну, или от Фуджи, не помню точно от кого. Но от кого-то из японских производителей. В общем, я не знаю, если вы хотите в 22-й, то, в принципе, можно приобрести. Но, опять же, это будет дороже Хобби Боссовской модели. Минимум раза в полтора, скорее всего, и в два. Ну, и особо вы на ней чего-то там особенного вы не выиграете. Если вы хотите сделать с закрытыми отсеками под вооружение и прочим, то да, можно купить. В остальных случаях, не знаю. Лучше возьмите Хобби Босс. Честно, и дешевле выйдет, и легче, мне кажется, соберется. Хотя, опять же, я модели без косяков F22, я просто не знаю. В общем, вот такая вот модель была у меня на обзорчике. Спасибо, что смотрели этот ролик. Делитесь им со своими друзьями. Также подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки под роликом. Вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки будут внизу в описании под роликом. Ну, а на этом будем заканчивать. Всем спасибо. Всем пока. Продолжение следует...